Всем добрый вечер! 27 октября. Сегодня у нас день автомобилиста. Здесь вот всегда сложно было разъезжаться. Сейчас я попробую здесь проехать. Это улица Рогожникова. Как мы туда машины поворачиваем? Тоже налево, именно право. И давайте сегодня мы с вами проедем по городу Ставрополь. С района Перспективного до улицы Серова. В общем, как сегодня день автомобилиста прошел? По полной программе. Как сел за руль. Часов, наверное, в 10 утра. А сейчас уже, посмотрю, сколько сейчас времени. В общем, можно сказать, что 5 часов вечера. 16 часов 54 минуты. Такой сегодня день был. С утра было холодно. Минус 2 градуса показывало. Я работал в ночную смену. Потом температура начала подниматься. В общем, днем температура доходила до плюс 12. Потом постепенно начала она опускаться. Ну, сейчас плюс 9. Да, не холодно было. Вот давно красный поехал. Но дело в том, что ветер-то холодный. Прохладный такой ветер. По снегу. Ну, снег может быть, а может и не быть. В том году 9 октября он выпал. К обеду растаял. В этом году еще снега не было. Ну, сегодня чуть не с днем автомобилиста не поздравили. Мы были сегодня в Ленте, там, на Батайской. За городом. Ну, оттуда я ехал. Подъезжая к кладбищам. Но Кулакова. 2 или 3 секунды ни времени не оставалось. Я начал притормаживать. В общем, тот же вариант, что я ехал как с моря. Хутор и Ленина вот так меня догнали. Я вот смотрю, я начинаю притормаживать. Я смотрю, машина сзади, ну, прям летит. Я, кстати, сейчас вечером все это просмотрю. Эту ситуацию. Пожарка на красный пошла. Ну, пожарка на желтый пошла. Сигнал светофора. И потом уже эта легковая начала тормозить. Такой виз тормозов был, друзья. В общем, вот такие вот дела были нехорошие. Так, а как поедем? Давайте вот так поедем. По Пирогово. По Тухачевского с вами недавно мы проезжали. В общем, сегодня чуть меня не поцеловали опять. Ну, по той аварии все нормально, конечно, получилось. Я уложился в ту сумму, которую мне перевела страховая. Ну, все равно. Это лишняя невротрепка была. Бегание. То есть, на экспертизу ее гонял машину. Потом искал, где ее отремонтируют. И вообще начал обращать внимание, что очень многие стараются проехать на красный сигнал светофора. Вот такая погодка, хорошая. Прям отличный сегодня денек был. Вот туда Соборная пошла. Влево. И проедем по Пирогово. По улице Шпаковской. Ну, чуть разгрузилось там движение. Установили там знаки уже. И более-менее люди привыкли, как проезжать перекресток улица. Улица Доваторцева и Шпаковской. Направление. Западный обход. И поворачиваем с вами на улицу Шпаковской. Кстати, на Ворошилово тоже установили знаки. Ой, там вообще очень много лежачих полицейских. Но это, может, и хорошо даже. Нечего там гонять. Тем более, там две школы. 22-я, ну и 21-я тоже. Так, Лукавовская заправка. Это гаражный кооператив. Метро. Еще знаки, видите, остались. 40 километров. Дорожные работы. Съезды сделали, я вам говорил. Нормально все. И вот здесь появилась у нас теперь тротуарная плитка. Ну, наверное, на этот год все закончилось. До остановки все. А здесь такая асфальтовая дорожка. Значит, по улице Шпаковской там разгрузилось. Ну, именно вот здесь я, наверное, сразу перестроюсь сюда. Крайнюю полосу. Ну, вот здесь бывает скопление машин. Даже бывает до проспекта Ворошилова. Про утро и про вечер я не говорю. Сегодня у нас выходной, воскресенье. Она как была шпаковская запита, так и осталась. Но все равно чуть посвободней стали проезжать. Джигит поехал. музыка играет. Дополнительные фары включил нижние. Ну, может, у него такой ходовой свет. сейчас вот будем проезжать. Обратите внимание, вот флаги здесь вообще почти, вот я даже отсюда вижу, не шевелятся. Так, и потом я когда поверну, куда эта машина едет, навстречу выехала, ну, сейчас вы ее увидите. Я его пропущу, пусть выезжает человек. Изменилась схема движения. Вообще-то по нашим старопольским новостям говорят, что это дорога-дублер, дублер улицы Доваторцев. Я ее называю подъездная. И вот выезд там с улицы Фроленко, ну, если более понятно, с клубного дома мечта, сейчас выехать прямо на Доваторцев нельзя. Ну, вот я сколько обращал внимания, все там выезжают, хотя там стоит знак направления движения, и потом знак стоит. Въезд запрещен. Так что будьте внимательны. Если поймаетесь, это лишение прав. Теперь можно выехать или мимо 37-го отделения почты на улицу Шпаковскую, или поехать влево и выехать на улицу Серова. И, кстати, на улице Серова светофор стал работать чуть дольше. Ну, вот так вот вечереет, темнеет. Хотя время, время, конечно, начало шестого. Ну, должны мы сейчас уже поехать. Не ломан какой-то там. Так, ну, все, поехали. И теперь вот здесь переходим. Даже здесь есть направление движения для пешеходов. чтобы не сталкивались друг с другом лбами просто-напросто. Вот еще старая линия у троллейбуса видите, осталась. Она уже не действующая. Скоро ее демонтируют. Ну, видите, свободно. Кто помнит, раньше вечером в выходные дни, да, было здесь скопление машин, не без этого. И теперь я вам говорю, что если из клубного дома мечта выезжать, или вот сюда вы выйдете на улицу Шпаркова, молодец. Бизнес, бизнес. Стекушки помыть, протереть. И нанесли здесь, короче, пешеходный переход. Вот здесь нанесли его пешеходный переход. И утром я видел вот с правой стороны пешеходный переход к 17 улицея. Вот, прямо вот сюда, на улицу до Ватерса тоже там нанесли ну, скажем так, зебру. Вот, видите, знаки появились. Значит, грузовым налево запрещено две полосы. та полоса прямо и налево и крайняя полоса прямо и направо. Ну, в принципе, нормально сделали, если разобраться, нормально сделали. Вот эти съезды сделали, если по улице до Ватерсу едешь. Нормально, я уже несколько раз здесь проезжал. я смотрю, футбол там. А, ну, это уже все прошло. сегодня уже 27 октября. Так, ну, сейчас уже поедем. Ну, небо такое нормальное. Вчера тучи такие страшные были. Темные тучи были. Я вообще думал, снег пойдет. так нормально проезжаем, но еще водитель здесь притормаживает. Ну, наловчаться и нормально будет проезжать. А это вот съезд туда в сторону улицы Шпатовской. И вот здесь, вот здесь выезд с левой стороны. теперь здесь выезжать нельзя. выезжать можно теперь только вот сюда на улицу Серова. здесь можно выезжать вот где все магазины здесь находятся. Это район Фаралинка считается. Здесь выезжайте пожалуйста. Ну, так прокатился и чуть вам рассказал, чуть вам показал. Проехали мы с вами по улице Тухачевского. Сарогожникова я проехал потом по Пирогово, по Шпаковске и вот по улице Даваторца. Ну, даже сейчас давайте проедем по подъездной здесь все постараюсь показать. Поворот можно выключить. 36 так и не получилось у меня проехать на автобусе большой вместимости на 36 на КамАЗе. Ну, он у нас на испытаниях. Так что возможно еще и попаду я на него. Ну, какой-то дублер. Это просто подъездная. здесь всегда дорога плохая. Ну, теперь вот здесь можно выехать. Вот елочки. Вот, видите, машина поехала. Вот впереди. Вот я сам на человек видит, что знак стоит. И вот, смотрите, направление движения прямо и направо. А вот знак езд запрещен. Ну, я практически приехал. Сейчас я вот здесь кружанусь и поставлю машину в гараж.